Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту исчезновения Михаила Вилкова». Как мы уже рассказывали, молодой человек ушел из дома в октябре прошлого года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Сыщики выяснили, что последний раз Михаила видели гуляющим по улице Красный Путь также в октябре 2013-го. После Вилков купил билеты на поезд в Санкт-Петербург, но в северной столице так и не появился. Об этом омским следователям сообщили коллеги из Питера. Специалистам предстоит опросить друзей и родственников Михаила, а Мич несколько раз менял фамилии, разыскивается по всем трем. Вилков, Тецлав, Амстердам. Характеризуется он посредственно. Здесь обучался в университете государственном имени Достоевского. Допускал немедицинское употребление наркотических веществ, таких как марихуана и иных курительных смесей. Состоял в музыкальном движении. Кроме того, был склонен к участию в различных молодежных движениях. Была информация о том, что планировал, и были ему интересны различные религиозные секты. Надежду увидеть сына живым не теряет Ольга Тецлова. Уже год женщина ходит на опознание трупов. К счастью, среди погибших Михаила нет. Ольга не отчаивается, ищет сына и сама. Обходила вот этих вот бездомных людей, бомжей, показывала фотографию. Один сказал, его забрал какой-то барин, казах, что ли. То есть он у него работает. Ну и тем не менее, эти же бомжи говорят о том, что насильно там никого не держат. Итак, для родственников пропавшего и следователей важна любая информация. Михаилу на вид 30 лет. Светлый, худощавый, ноги покрыты татуировками. Если вам что-либо известно, просят сообщить по телефону. 302-604 или 02. Добавил субтитры, если вам понравилось видео. Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на канал! Продолжение следует...